Здравствуйте! С вами программа «Прямая речь» и я, София Курочкина. В этот раз мы задавали вопросы рижским старшеклассникам только об одной теме – удалённое обучение. Нам было интересно, что думают те, кого обычно не спрашивают, нравится им удалёнка или нет. Сколько контрольных работ из десяти вы писали, базируясь только на своих знаниях? Может, восемь? Ну, наверное, контрольные три какие. Да, дальше уже всё с друзьями, с командой, одноклассниками, помощь мамы, друга. Сколько контрольных работ из десяти вы писали, базируясь только на своих знаниях? Ноль. Почему? Ну, проще, конечно, списать, больше шансов получить лучшую оценку, лучший аттестат. Улучшились ли ваши знания за время удалённой учёбы? Улучшились ли оценки? Ну, по конкретным предметам улучшились, потому что учителя по отдельным предметам стали больше стараться, стали больше давать, а по другим, наоборот, разленились. То есть один урок в зуме, на котором ты выключаешь камеру и микрофон, и сидишь просто типа ты есть, да, а на других тебе приходится работать. Поэтому, да, были предметы, по которым знания улучшились, а есть те, которые просто на месте стоят с того момента, как всё началось весной ещё. Оценки, да, намного улучшились, знания не сказала бы. Я бы сказал обратно, потому что во время обучения на дистанционке я не так уделяю много времени именно самому процессу. Говорить о знаниях, они ухудшились. Если говорить именно об обучении в школе до этого с учителями, то точно, потому что никто не понимает, как преподносить правильную информацию дистанционно из-за того, что это новый опыт. А если говорить про оценки, да, они улучшились, и сейчас я учусь в дистанционной школе, поэтому они тем более улучшились. Вот, но самопознание мне вот именно само обучаться нравится намного больше. Оцените свою готовность сдавать экзамены. Ну, я думаю, что я готов. По крайней мере, да, по крайней мере, обязательно экзамены я точно готов сдавать. А то, что у нас ещё выборочные есть, это... Ну, там любой можно по любому предмету выбрать, то там ещё, конечно, готовиться надо. Потому что как раз по этому предмету у нас учителя сейчас нету. Он нас не учит. Это очень тяжело, наверное, собраться сейчас дома, и тем более ты не знаешь, с чего тебе начать. И ты начинаешь готовиться к экзаменам, но вроде ты проходишь всё сам, потому что ты можешь использовать компьютер, ты можешь смотреть правильные ответы и сравнивать их со своими одноклассниками. Но вот здесь я вижу преимущество в том, что нету домашних заданий ещё и учителей, так как сейчас я знаю, во многих школах к экзаменам ещё не притронулись. Ну, может, восьмёрочка, но всё же я бы хотела походить на уроки физически, а не по зуму, потому что там хуже понимается информация. Также зависит от предмета. По математике я считаю, что я сдам хорошо, английский тоже, латышский. С латышским, возможно, будет больше проблемы. Но если по десятибалльной шкале и все экзамены, думаю, 7-8, где-то так. Как вы оцениваете работу учителей во время дистанционного обучения? Многие учителя действительно стараются, пытаются как-то по-новому преподнести материал, чтобы было это интересно и ученикам, и самим учителям. Но многие учителя просто не особо вникают в это всё и просто как бы дают задание просто на отстань. Достаточно. Ну, я считаю, что учителя вообще молодцы. Они быстро переквалифицировались, смогли пользоваться интернетом, Teams, всем этими приложениями. Я считаю, что они реально молодцы. Здесь больше персональная оценка будет. Почему? Потому что каждый учитель, он индивидуален и подходит к моей работе по-разному. Есть учителя, которые постоянно ответственно ведут уроки, журналы, выходят на консультации, всегда помогут, всегда можно позвонить, даже по телефону. А есть учителя, которые просто не выполняют свои обязанности. Это уже зависит от кого как. Поэтому, ну, давайте я отмечусь в 6-7. Но я не хочу обидеть людей, которые реально работают и выполняют свою задачу. И не хочу разозлить тех людей, которые не выполняют её. Но их обязанности – это их работа. Смотрите и не пропускайте прямую речь. Программу, где на прямые вопросы мы получаем прямые ответы. Встречаемся через неделю. Продолжение следует...